канал 2750 канал сохранения это забота о том что было создано в буквальном смысле слова это канал попечительства или воспитания воспитания подрастающего поколения интересно но тотемом 27 ворот является дельфин это абсолютно племенное существо которое живет только в рамках больших сообществ семьи у него существует правило дорогу молодым когда на дельфинов охотится большая акула то более старые особи всегда выдвигаются вперед чтобы в случае смертельной опасности акула напала в первую очередь на них это не акт благородства на самом деле это просто генетическая программа часто сама стая выталкивает старого дельфина вперед понимая что жизнь этой особи уже подходит к концу и дорогу надо дать молодым подрастающее поколение это самое важное для людей с каналом 2750 приоритетом тут является сохранность и здоровье членов семьи так как это самый главный гарант продолжения рода а также это гарант вообще безопасности всей стаи если каждый член семи здоров значит и вся стая в порядке и тут мы часто встречаем пример классической гиперопекающей мамы которая контролирует свое чадо чтобы с ним ничего не случилось поскольку это племенной канал то тут очень важно традиции и ценности законные правила которые племя накопила за годы существования этот опыт они всегда передают подрастающему поколению не просто передают но и прививают этот опыт канал образуется соединением двух ворот это 27 ворота в сакральном центре и 50 ворота в селезенке основной темой 27 ворот является питание 27 гексограммов в древней книге и дзын так и называется питание и на самом деле основой безопасности племени и является ресурс то есть возможность накормить своего ребенка и тут надо вспомнить одно правило которое мы часто видим в самолетах она звучит так сначала надень маску на себя а потом на своего ребенка эту фразу должен помнить каждый человек с каналом 27 50 эта история про вечный баланс между эгоизмом и альтруизмом здоровый эгоизм таких людей заключается в том что они должны позаботиться в первую очередь о себе чтобы смочь позаботиться о своих детях и делать это они могут лишь из понимания любви и сострадания к своему ребенку тогда надетая сначала на себя маска а потом на ребенка не выглядит как эгоизм не выглядит эгоистично а вот альтруизм в этом случае будет походить скорее на какое-то геройство на желание показаться заботливым на самом деле в этом нет никакого смысла когда такие люди не думают о своем благополучии в первую очередь они ставят под сомнение здоровье всего племени и жертвой как раз 27 ворот является самопожертвование причем бездумное теперь посмотрим на другую сторону канала на 50 и ворот это ворота ценности в оригинальном тексте эти ворота называются the gates of values values переводится не только как ценности но они переводятся и как значение или важность то есть это нечто что имеет истинное значение если мы копнем глубже то окажется что тенью этих ворот является коррупция и тут слова коррупция надо правильно понимать мы не говорим о коррупции в контексте социальном или политическом мы говорим о коррупции не как о взятке в данном случае мы говорим о коррупции как о неком искажении информации и вообще-то этот термин впервые появился в языке сравнительно недавно и обозначал как раз это неправильную передачу информации во время копирования или разархивирования файлов информация искажается и порождает неправильные процессы понимания это работает как испорченный телефон и тут мы также видим что родители очень важно отделить зерна от плевел учить своих детей только по-настоящему ценным вещам эти вещи далеки от социальных установок от обусловленности ума от каких-то навязанных вам ценностей истинные ценности которым вы учите детей понятно интуитивно они рассказывают нам про то что такое хорошо что такое плохо и каждый человек знает что на самом деле ведет в жизни и развитию а что приведет к смерти деградации и нравственному разложению когда мы имеем дело с коррупцией мы как будто бы совершаем сделку со своей совестью мы совершаем сделку с общим законом мы знаем что все равны перед законом то есть все равны перед богом но когда мы откупаемся и даем взятку мы стараемся вывести себя из-под ноты закона и тем самым искажаем правило мы как будто бы становимся ровнее всех остальных и мы можем заключить сделку не только с внешними силами то есть сотрудниками например правопорядка или чиновниками но и с самими собой мы часто говорим себе ничего страшного пойду на нелюбимую работу или буду жить с нелюбимым человеком деньги важнее мы говорим или безопасность важнее или как жить мои дети останутся без папы без мамы таким образом вы заключаете сделку прежде всего собственной совестью якобы вы проявляете альтруизм самопожертвование но по факту вы не позаботились о себе о своем здоровье физическому психологическому и создали искажение а значит вы не сможете позаботиться о своем потомстве вы передадите им неправильные ценности неправильную информацию и они пойдут тем же самым путем и когда я говорю о ребенке я не имею ввиду только фактически ваше дитя я имею ввиду ребенок это ваш внутренний ребенок ваша мечта ваш проект ваш талант ваши истинные желания ваши истинные проявления ваш внутренний дух отделять зерна от плевел это значит следовать истинным ценностям они обусловлены и заботиться о передаче именно такой информации по-настоящему ценны в канале 2750 живут на самом деле лучшие стражи правопорядка самые лучшие чиновники самые лучшие воспитатели тренеры снабженцы но главное условие не быть подверженным коррупции и к сожалению это практически невыполнимо на сегодняшний даром канала 2750 является равновесие тут я хочу процитировать карла юнга и ричарда рада который объясняет эти слова карл юнг как-то сказал ничто так сильно психологически не влияет на окружение человека и в особенность на его детей чем собственная не прожитая жизнь это весьма уместно в отношении 50 дара и вообще всего канала 2750 определяющего каким образом из поколения в поколение будет передаваться иерархия ценностей утаенные секреты или эмоциональное напряжение между родителями будут всегда проявляться в жизни ребенка создавая атмосферу неспокойствия это будет продолжаться до тех пор пока оба родителя не возьмут на себя ответственность за все происходящее в семье очевидно что большинство родителей делает противоположное они предполагают что именно ребенок нуждается в исправлении в помощи и в дисциплине но только не сами а